Я зашел на твой канал и решил посмотреть старые ролики, с чего ты начинала. Я увидел, что 7 лет назад ты делала кавер на группу Alex Sunfire. Это одна из моих любимых канадских групп. И я был супер удивлен, и я был супер рад. И давай немножко поговорим по Alex Sunfire. Я обожаю Alex Sunfire, я не знаю, что они там делают. Вроде как они недавно собирались, опять распались. По-моему, они собрались, что-то поигрывают. Да, но я, помимо Alex Sunfire, очень сильно люблю Далласа Грина. City and Color. Да, City and Color, вообще мега офигенный проект. Как-то мне больше, наверное, ближе City and Color по настроению. Потому что у Alex Sunfire совсем немного треков мне нравится. Но команда крутая, да, соглашусь. Но вообще я начала 2014-го, даже, нет, 2012-го я что-то выпускала. Я всегда что-то выпускала, сколько себя помню. Это вообще, мне кажется, один из твоих первых, да, был каверов? Ну, там, условно, в первые, там, пятерки. Да, у меня до этого выпускала просто свои авторские песни. Окей, следующая команда. Я видел, ты высказывалась по поводу вокалиста. И, ну, интересно будет увидеть на видео. Это тоже в какой-то степени твой коллега по цеху, потому что они тоже делают каверы. Группа «Радиотапок». Пока я не мигану нам мнимо, Светлого кума ведет во тьме. Ага, «Радиотапок» бы, что мне сказать про «Радиотапок». Ну, это мой друг. Я думаю, все только самое хорошее. Это будущий, так скажем, муж, парень моей лучшей подруги. Поэтому я абсолютно подлизон будет сейчас. Иного не дано. Я знаю его давно. Я знаю, как он начинал. Я помню, когда он мне скидывал эти свои кавера, как спам, он причем делал рассылку по всем. В 15-м, что ли, году скидывал эти свои песни. Думаю, ну, дерьмо, господи, не позорься. Я помню, он раньше играл в «Поп-панк» группе, он назывался «Поп-корн». «Поп-корн», я люблю творчество группы «Поп-корн». Там прямо прикольненькие есть песни, да. Но я говорю, когда он только начинал эти вот свои каверочки скидывать, я реагировала на это скептически. Ну, типа, ну, фу, зашквар какой-то кавера делает своим голосом. Потому что, ну, он был моим знакомым, и, не знаю, я как-то очень сложно воспринимала творчество своих знакомых. Я думала, что за пигня. Типа, я даже не слушала. И потом, мало-помалу, смотрю, у него хайпует раз, хайпует два. И у меня, наверное, сработало такое массовое мышление. Типа, это прикольно. Сроки массы заценивают, значит, что-то в этом есть, да? Да, да, но не всегда так работает. Но с тапком, прям, пару каверов мне зашло, я даже переслушиваю. Слушай, а может быть, тогда в противовес еще обсудим с тобой группу «Рок-привет». Рок-привет, ну, я тоже обожаю «Рок-привет». Мне очень нравится, ну, у Наиля просто нереальный вокал. Он тоже одаренный человек, мега мощный вокал. И мне нравятся его авторские треки. Я все хотела с ним что-нибудь сделать, но мы как-то не совпадаем по нашим интересам, планам, по целям контента. Вот, пара треков есть. Но для меня все-таки не тот контент, который мне нравится. Я не особо люблю русские вот эти вот попсовые песни. И вот, они все-таки скрещут в основном с попсой какой-то такой махровой. Вот. Окей, давай просто на твой выбор какую-нибудь классную группу обсудим, даже неважно, российскую или мировую. Bad Romance. Bad Romance. Да, я просто фанат. Это одна из вообще лучших групп, это лучшая группа, которую я слышала за последнее время, за очень долго. А какой тебе их период нравится? Потому что, ну, когда они там в какой-то момент их все обсуждали, что это какая-то копия Bring Me The Horizon. Помнишь такой момент? Слушай, возможно, я его помню, но у меня так захлестнула сейчас волна их нового творчества, и они настолько раскрылись и настолько самобытны вот в этом новом творчестве, что я бы, может быть, их даже приблизила к Архитектс, нежели к Bring Me The Horizon. Ну, Bring Me The Horizon я, кстати, тоже люблю. Хорошо, и давай какую-нибудь группу, может быть, я надеюсь, что ты сможешь что-то назвать, какую-нибудь группу, которая вот, ну, прям тебе подбешивает, типа, какая-то кальная, они всем нравятся, а тебе нет. Типа, какое-то говнецо. Не важно, российская или зарубежная. Кто сказал Beatles? Нет! Кто? Я обожаю Beatles. Вы чё, это меня же убьют, нет. Мне, например, не нравится этот Визин Тентейшн и какая-то тёлочка под Мэнсона, которая прям так нормальник. Она тоже крутая. Есть и Милиатум, а есть Маша Бринг в этом моменте. Да. В этом моменте? Да. Нет, мне не нравится, потому что, типа, есть уже Мэрлин Мэнсон, мне нравится Мэрлин Мэнсон, а это очень похоже на Мэрлин Мэнсон. Ну, это мои чистые, знаешь, такие ассоциации. Мне кажется, что с тех пор, как появился Мэрлин Мэнсон, было много исполнителей, которые под него косили, так или иначе. Ну да, эмоционист. Нет, ну эти прикольные ребята. Ну, у Мари Бринг, как-то, не знаю, слишком много эпатажей, слишком мало таких песен, которые реально включаешь, и слушаешь, и кайфуешь. Вот. Я говорю, как слушатель. Потому что чисто как, ну, не знаю, отчасти артист, опять же, да, она крутая, она красивая, она необычная, колоритная, но как слушатель она не цепляет, не знаю почему. Слишком много картинки, слишком мало, кстати, это похоже на Мэнсона, между прочим. У него было слишком много эпатажей, и слишком мало поначалу песен каких-то реально крутых. Ну, потом, не знаю, у меня еще все стерлось, и я его теперь обожаю. Это один из моих самых любимых исполнителей. Я согласен. А какой у тебя, у тебя один из любимых треков Мэнсона? Клипов. У него ведь каждый клип, это тоже произведение искусства. Ну, пссс. Бывшая его жена снимала спам, да? Дита Вон Тис, да. Это трек, который я как раз-таки на этом сборнике услышала. До сих пор обожаю. Ну, все, спасибо. Давай до встречи на концерте. Спасибо, что вы сделали внимание. Пока. Пока. Вы знаете, что Машу Бринг продюсирует Кевин Чурко? Я думал, Кирилл не моляется. Напишите в комментарии ваше мнение по поводу обсуждаемых в этом выпуске групп. Если не видели первую часть, в которой мы с Аймори говорили о Bring It Horizon, Linkin Park, Slot, Times Square и Slot to Prevail, посмотрите. Ссылка на нее есть в описании. Спасибо, что смотрите и поддерживаете эти ролики. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Спасибо.